Ну что же, вы уже поняли, что наши ворота, ворота Владимира Габулова, справа от нас с вами сборная России, красные футболки, белые трусы, навес, высоко прыгает Рио Фердинанд и прерывает эту подачу. Но наши на подборе очень важно, хорошо сыграть на подборе, грамотно это сейчас сделал Игорь Семшов, замененный, как вы помните, в матче в Лондоне. Сегодня он, тем не менее, в стартом составе и атака продолжается. Пас на открывающуюся Жиркова, Жирков бьет. Мяч вроде бы летел куда-то в район дальнего угла, но в падении все тот же высоченный Рио Фердинанд. Вот он на ваших кранах, пятый номер, отбил мяч, а мы смотрим повтор момента. Бьется свои любимые левые на дни Жирков, но удар не получился достаточно сильным. И в падении защитник Манчестер Юнайтед Фердинанд мяч выбил, но вот первый удар поворотом бьет. Игорь Семшов на наших красных кранах московский Динамо. Мы посчитали, что он не очень удачно сыграл в Лондоне, поскольку Хидинг убрал с воли Игоря еще в первом тайме. Но Хидинг сам объяснял, что это была тактическая замена. И повторяю, Семшов сегодня с самого начала матча в стартовом составе. Это был удар Уэйна Руни. Возвращается на свою половину поля Джерард. А это Руни на ваших кранах. Стоит ли говорить о том, что... Вот видите, сейчас мяч отскакивает от головы Игнашевича. Игнашевич успел помешать, как мне показалось, Уэйну. Вбрасывает аут Руни. Посмотрите, куда Руни пришел, чтобы привести вбрасывание. Наши отошли назад. Ну вот кружина распрямляется. Зирянов открывается под него. Киржаков. Киржаков бьет. Мы об этом говорили. Да, поворотом полу Робинсона нужно бить. И Киржаков, по-моему, не принимает и не понимает претензию со стороны Андрея Аршавина. Аршавин, видимо, ждал от Киржакова передачи. Ричард отдал Райту Филлипсу. Тот мяч потерял. Аршавин в центре. Снова мы видим, что недостаточно сил. Недостаточно сил в атаке. Поэтому Аршавин, видя впереди только Киржакова, вынужден отдавать мяч не ему. Там были английские защитники. Назад Семшову. Семшов бросает на Анюкова. Анюков Аршавину. Аршавин. Пас под удар. Бьет. Белединов. Бил со своей любимой левой. С подрезкой. Но мяч не дошел даже до Пола Робинсона. Попал в английского защитника. И быстрая контратака. Англичане умеют сыграть на контратаках. Поменялись местами Руни и Шон Райт-Тиллипс. Тиллипс взорвался по центру. Не пустили его в нашу штрафную. Ну и уже Жирков. Какой хороший был момент у Бельнина. Хидинг. Пытается, чтобы такими замысловатыми жестами объяснить своим игрокам. И был довольно опасный момент с ударом Зырянова. У ворот сборной Англии. Все это заканчивается головым ударом. Вы смотрите. Зырянов бьет. Да. И выручает. Выручает свою команду Пол Робинсон. Мы говорим, что скоро день рождения у нашего голкипера Владимира Габулова. Полу Робинсону 15 октября исполнилось 28 лет. 40-й матч за сборную. И сейчас его сильно критикуют. Я об этом уже говорил. Сейчас сыграл великолепно. Подача. Кто может здесь побороться? Ну вот за исключением Алексея Березуцкого, которого вы видели. За исключением, скажем так, наших защитников, которые приходят на угловые. Другого Березуцкого, Игнашевича. Кто может побороться с очень высокими Рио Фердинандом и Солом Кэмпбеллом. Вы видите слева, справа Макларен. Слева Терри Венеблс. Так правильно произведет его фамилию. У нас довольно часто идет Венеблс. Но опаснейший момент. И вы смотрите, что происходит. Наши игроки тянут, тянут руки вверх. Показывает, что было положение вне игры. Что нельзя засчитывать этот гол Уэйна Руния. Арбитр другого мнения. Сейчас мы все увидим в Баскоре. Вот так вот. Пока мы смотрели, как что-то там в своих тактических схемах с кем-то разбираются. Два английских тренера. Неожиданная атака. Вот такой пас из глубины. Смотрим внимательно. Видим. Видим, как мне кажется, что все-таки было. Что было положение вне игры у Уэйна Руния. Вот давайте посмотрим еще раз. Вот в тот момент, когда Уэйн делает передачу. С этой точки не видно. С этой точки хорошо. Семь месяцев не играл он за сборную. Бьет. Дыши перекладины. А гол, который он забил эстонцем, это был его первый гол за сборную с Евро 2004 года. И вот мяч после его удара в наших воротах. Сейчас закрутил по центру ворот. Но, в общем-то, опять неудачно. Судит сегодняшний матч. Испанский орбитр Луис Медина Кантани. Я сказал, что это фига глазастый в первом тайме. Нужно пояснение. И я его там, когда Гарри Дерри навесит на ворота. Гарри Дерри навешивает. И совершенно один практически на линии вратарский оказывается Стивен Джеральд. Гиптян англичан. Вот неразбериха как следствие того, что, наверное, произошли изменения в составе нашей обороны. Вот посмотрите, не разобрались. Потому что Анюков за своего фланга пошел. И мы видим, что Анюков в этой ситуации занимал совершенно другую позицию. Видимо, на ваших экранах была семерка спина. Пас на левый фланг. Жирко пока совсем не играет через Торбинского. Но вот сейчас передача. Но ее перехватывает Кержаков и бьет с разворота гораздо выше. Через Торбинского не очень играет. Он вынужден смещаться ближе к центру. Собственно, это и сделал в той ситуации недавней, когда продолжал комбинацию. Между ними возникло. Джерард навешивает. Ой-ой-ой-ой-ой. И, кстати, после Микошеда и такого, скажем так, паса, Уэйна Руни выскакивал на наши ворота именно Ричард. Несмотря на всю опеку Игнашевича. Как-то выпустил его одного на ворота. И, вы знаете, блестяще сыграл Гавулов. Вот еще раз эта передача. Как здорово. Во-первых, Дали сыграл на Евро 2008. И Хорвата выходит туда с первого места в группе. Бобкир Жаков покидает поле. Его последним действием был неудачный удар выше ворот. И вместо него не назад, а ближе к воротам. Но не знаю, вправе ли был ли Беллидинов в такой ситуации требовать этого Тавлюченко. Но вот передача и 11-метровый штрафной удар. Назначает испанский арбитр. При этом еще и доставая желтую карточку для Уэйна Руни. Бесспорно, Уэйн Руни сфалил на врывавшемся в штрафную Константине Зырянове. И наши получают право на 11-метровый удар. Вот такая ситуация. Только что мы с вами обсудили всю эту историю. Что Зырянов сместился на место правополузащитника. И сработала, сработала эта ситуация. Где-то на линии штрафной сфалил Уэйн Руни. Но линия это часть штрафной площади. Роман Павлюченко будет бить. Что-то сказали наши тренеры. Сейчас подостав Семшова. Павлюченко разбегается. Удар. Гол. Роман Павлюченко сравнивает счет и дарит нам надежду в этом матче. Пол Робинсон был бессилен. Роман Павлюченко забивает свой первый мяч. В пяти матчах, как вы видели на ваших экранах, стадион мгновенно оживает. Мы сравниваем счет в матче с мячами совершенно без спорной пенальти. И желтая карточка для Уэйна Руни. 1-1. 1-1. Что-то показывает, показывает своим футболистам Крус Хидинг. А мы видим повтор этого момента. Который должен придать силы футболистам сборной России. И вот уже рвется, но там по потяночку. Габулов бьет. Трегает Павлюченко, не достает им мяч. Сыграл в результате Фердинанд. Аршавин быстро опережает Ричардса. Но еще догнать подача. Торбинский приходит запятиться, но Торбинский здорово в итоге сбрасывает мяч. Семшову. Семшов бил. Торбинский поборолся. Белединов. Павлюченко почти на 11-метровой отметке. Какая атака. Яростная атака сборной России. Мяч у Алексея Березуцкого назад Игнашевичу. Сейчас только назад продолжения у Березуцкого не было. Но перед этим какая атака и дрогнула. Дрогнула оборона сборной Англии. Березуцкий бьет. Отбивает. Добить. Гол! Роман Павлюченко забивает второй мяч в сегодняшнем матче. Такая атака, такой напор не мог не привести к голу ворота сборной Англии. Все началось с удара Алексея Березуцкого. Пол Робинсон парировал мяч перед собой. И неукротимый Роман Павлюченко прорвавшись сквозь английских защитников добил мяч в ворота. Роман Павлюченко, Лариса Павлюченко, я думаю оставшись в студии Первого канала после программы. Пусть говорят сейчас радуются за своего мужа. И мы радуемся, всей страной радуемся за то, как сумели наши переломить ход матча. Не будем опережать события. Но смотрите, не успевают накрыть Павлюченко. Удар Алексея Березуцкого. Пол Робинсон парирует. Защитники. И они все-таки медлительные. Здесь не оказался ни Фердинанд, ни Кэмбелл. Пытался более молодой Лескот как-то посостязаться с Павлюченко. Но наш лучший бомбардир успел протолкнуть мяч в ворота сборной Англии. Да, ну что же. Мы увлеклись этим повтором. 69-й, 73-я минута. Два мяча Павлюченко. И уже опасно у наших ворота. И уже вся Англия, вся сборная Англии идет туда к нам в штрафную. Переподает. Удачно, хорошо играет на этот раз Игнашевич. Мяч отлетает ближе к центральной линии. Райт Филипс его подобрал. Бьет мяч. И сейчас Павлюченко получит желтую карточку. Но зачем? Зачем? Павлюченко показывает, да, показывает арбитру, что, так сказать, криминала в этом не было. Потому что какая разница, что будет с этим мячом, если тут же мальчики подают мяч резервный второй. Зырянов. Все началось. Вспомните с него, с того, как он ворвался в штрафную. На нем свалили английские защитники. Павлюченко оказался справа. Получает ответную передачу. Ох, какой был пас от Аршавина. И как неудачно сейчас сыграл Павлюченко. Но атака продолжается. Беспорядочно отбиваются, между прочим, в этом эпизоде английские защитники. Торбинский отдает Аршавину. Аршавин немножко отпустил мяч, но тем не менее сыграл. Ударил Лескот. Лескот, вы знаете, все чаще и чаще оказывается на пути ударов наших нападающих и полузащитников. Джолиан Лескот. Хороший был сейчас момент у Аршавина. Четыре футболиста сборной России в штрафной команды Англии. Еще трое выстроились у линии. Штрафной. Прострел. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой рикошет. И мяч от ноги Ричардса. Чуть было не влетает в угол ворот Робинсона. Посмотрите еще раз. А нет. Ричардс промахнулся. Мяч попал Фердинанда, который не ожидал того, что мяч проскочит мимо Ричардса. Смотрите. И в ногу. В левую ногу Фердинанда. Смотрим на секундомер. Смотрим сначала повтор. Трое. Трое бросаются на Майкла Уэйна. На половине поля сборной Англии. Пас Крауч сбрасывает. Как опасно. Опасно. Удар в нижний угол. Габулов этот мяч достает. Показалось, что и так мяч уходил за линию ворот. Проходя мимо штанги. Но посмотрим еще раз, что делает Руни в борьбе. Садюкова. Так или иначе, Габулов задел этот мяч. Подача с фланга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как выскакивал к нашим воротам Сол Кэмпбелл. Слава богу. 86-я минута. Сол Кэмпбелл бьет чуть выше ворот. 33-летний ветеран. Стив Макларен. Как хорошо начиналось. Как все хорошо шло. До той самой 69-й минуты, когда свалили. Когда Руни свалил на Зырянове. Вот повтор. И Кэмпбелл бьет выше ворот. Хватается за голову. Игнашевич давненько не приходилось пробить за сборную. Ну что же. Стенка из трех английских игроков. Игнашевич разбегается. И лупит по воротам. Робинсона мимо. Подходит к концу. 87-я минута. Если не считать добавленного время. А время, увы, к сожалению, будет добавлено. Потому что лежали футболисты на газоне. Меньше 15 секунд до конца этого матча. Смотрит на свой секундомер испанский арбитр. 5 секунд по нашему секундомеру. Не зная, что там на часах у Медина Канталеха. Ну пора заканчивать этот матч. Все, истекли 3 минуты. Неужели, неужели, дорогие друзья, мы выиграли? Сборная России выиграла сборная Англии со счетом 2-1. Дорога в Альпы. Дорога в Альпы, которая совсем еще недавно по ходу этого матча казалась такой узкой для нашей сборной. И снова превращается в большую, широкую дорогу. Да, впереди два матча. Впереди игра 17 ноября на поле сборной Израиля, которую тоже нужно выигрывать. Потом 21 ноября будет Анторра. Но мы уже сделали главное. Мы победили англичан на своем поле. Роман Павлюченко забил два мяча. И только самых-самых потрясающих эпитетов заслуживает каждый футболист нашей сборной. Были какие-то сегодня ошибки. Да плевать на эти ошибки. Мы исправим их за месяц. Мы исправим их с помощью Куса Хидинга до 17 ноября. То, что сегодня продемонстрировали наши. То, что они сделали, вытащив этот матч на глазах у 80 тысяч болельщиков в службеках и миллионов болельщиков у экранов телевизоров. Они это сделали. Это сделал Якуш Хидин, который потрясающим образом поменял тактическую схему игры. Увидев то, как действует Торбинский. Как Торбинский идет ближе к центру поля. Он поменял их местами Зыряновых. Зырянов справа фланга почти сразу, оказавшись на этой позиции, заработал пенальти. Торбинский здорово стал играть по центру полузащиты. Отрабатывать на своей половине поля. Сгрызаться буквально в игроков сборной Англии. Великолепен Павлюченко, который в критической ситуации реализовал пенальти, когда могла дрогнуть ногам. Но она не дрогнула. Право Роман. И потом была комбинация. Удар Березуцкого. В отсутствие брата, оказавшись в одиночестве на поле. Алексей Березуцкий замкнут, но он не пробил Робинсона. А потом набежавший Павлюченко забил второй мяч с ворота. Великолепная победа, дорогие друзья.